Приветствую вас и комплексы свои. Дочери, конечно, вы передать не можете, потому что если у вас есть комплексы, то они только ваши. Но вы вполне можете передать дочери свою модель поведения, свой сценарий поведения, свое отношение к, например, людям. И в целом, как мне видится, ключевой момент здесь в том, что именно люди, окружающие люди определяют ваше настроение, определяют то, что вы делаете. И именно окружающие люди создают по факту условия для того, чтобы вы раскрылись. То есть именно вот это вот небезусловное принятие себя, своих желаний, своих чувств. Именно ориентирование на окружающих, на окружающих людей. И именно такое вот условие или такая условность для того, чтобы проявить, выразить себя, создает тот фундамент для поведения дочери. Потому что дочь, она, естественно, обращает внимание на вас, естественно, она ведет себя так же, как вы. Естественно, вот именно сценарную модель вы ей передаете поведением. Поэтому, как бы, этот факт, что дочь не ходила в детский сад, это говорит о том, что у нее больше развита индивидуальность и личность, чем, допустим, социальные навыки. Ага, в целом, это нехорошо и неплохо, это просто факт. И проблема в том, что дочь не умеет пользоваться, не умеет пользоваться этим, не умеет пользоваться своими ценностями, не умеет пользоваться своими ресурсами. А именно, то есть, что все ее ценности, все ее ресурсы напрямую зависят от людей других. То есть, если подруга с ней поиграет, то она, типа, чувствует себя на коне, чувствует себя нужнее, хорошее все. Если подруга с ней не играет, то, соответственно, как бы, ребенок чувствует себя тяжело. Что касается взаимодействия с людьми, то, естественно, реакция вашей дочери на какое-либо внимание к себе является чрезмерной. Потому что она готова, как вы говорите, все, что угодно ей подарить, она готова звать ее к себе в гости. То есть, как бы, такое вот очень явное проявление потребностей в человеке. Тут нужно сказать, что окружающие люди, ну, вообще другие люди, они относятся к такому поведению не очень хорошо, потому что тут, как бы, два варианта в таком случае. Может быть, первый вариант, это когда человек может воспользоваться щедростью, ну, вашей щедростью, щедростью вашей дочери и просто использовать вас для достижения каких-то своих целей. А во втором случае это просто создает такое ощущение, что и дочь, и вы ставите себя ниже других, да, ниже других. То есть, типа, ну, это как, знаете, как лебезить, подлизиваться, вот такая вот история. Ну, это, конечно, человеку не очень приятно, то есть, ну, не очень приятно общаться с тем, кто априори ставит себя ниже, чем ты, допустим. Вот, поэтому общение, собственно, не складывается, навязчивость, навязчивость нет, нет, я не думаю, что делать здесь навязчивость, если честно. Вот, а мы, ну, не похожи на навязчивость, не похожи, вот, то, что вы описываете, да, то, что вы пишете, никак не похоже. Но навязчивость, потому что навязчивость, это все-таки немножечко другое, что, то есть, навязчивость, это все-таки такая история, когда человек, скажем так, занимает, занимает все, все место, или старается занять все место в жизни, ну, в жизни другого человека, вот. Поэтому, поэтому, я не думаю, я не думаю, что она именно навязчивость, мне так видится, вот, вы, конечно, со мной можете не соглашаться, вот, но мне казалось, что дело будет именно в навязчивость, если честно. Вот, такой момент, так можно ответить вам на вопрос, который вы выдаёте. Помочь ей вы сейчас не сможете, сможет ей помочь только детский психолог, вот, если он будет с ней работать. Вам нужно помочь себе, да, поработать самооценкой, возможно, с принятием себя, потому что сейчас с этим, на мой взгляд, у вас есть достаточно серьезные, серьезные проблемы, вот. Вот, и когда ребенок увидит, что, ну, что вы, вот, вот, именно вы поменяли свое поведение, вот, ей будет проще застечься себя. Хотя, что же, по-другому, более, ну, более конструктивно, может быть, более равноправно, может быть, вот. Вот, а пока что, это, просто вы пытаетесь научить ребенка тому, чему, тому, чему, чего сами не умеете. Ну, что-то сет, на самом деле, ну, ошибочно, на мой взгляд, поэтому я не рекомендовал бы вам этим, собственно, направлением увлекаться сильно. Прямо сейчас, ну, вас это будет просто отдалять от ребенка, вот, еще больше, на самом деле. То есть, ей это не поможет, скорее всего. Вот, вот, в принципе, так. Такой ответ, наверное, я мог бы вам дать, наверное, так я мог бы, мог бы вам ответить. Значит, ну, ну, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что, ну, какой интернет вы о себе представили, я думаю, что я мог бы ответить вам так. И, конечно, понятно, что ребенку хочется помочь, понятно, что хочется, чтобы ребенок не травмировался, как-то вот каждый раз, да, когда происходит такая, такая ситуация, вот. Вот, ну, это вопрос работы, это именно вопрос работы, вопрос работы, конечно, в первую очередь, вам, вам над собой, потому что ребенок, это ваше отражение, как бы, как бы там не было, и чтобы там не было, ваше отражение, ваше отражение, вот, и, соответственно, вот, исходить желательно из этого, вот, именно из, ну, из того момента, который я отлучил. Давайте, сейчас еще раз пройдемся по тексту. Так, так, ребенок в школе спокойный и стеснительный. Ну, смотрите, спокойствие и стеснительность, да, это превалирование позиции «надо», превалирование позиции «должна», вот, ну, ребенок, как бы, про себя думал, что я должен. Вот, и, соответственно, стеснительность, это непринятие себя, своих чувств, оценка себя, обесценивание, опять же, себя, вот. Вот, то есть, ну, это, вот, такой момент, к сожалению. Здесь превалирует именно родительская позиция у нее, родительское эго-состояние превалирует у нее, опять же. Вот, и я бы сказал, что она как-то вот подавляет в себе, подавляет в себе очень сильно свои импульсы, которые у нее есть. Ну, то есть, говоря импульсы, я имею в виду, ну, вот, то, что ей, там, например, хотелось бы сделать, то, что она могла, могла бы сделать, вероятно, и так далее. То есть, все эти вещи она в себе подавляет, по-видимому. Вот. А, значит, здесь, как бы, стеснительный ребенок, это ребенок, который чересчур, так сказать, взрослый. И чрезмерная взрослость, она, ну, ничего, ничего хорошего, а ребенку, в принципе, принести не может, да. Так что, со стеснительностью, равно, как и со стыдом, а стеснительный стыд, стыд, это, в принципе, вещи достаточно близкие друг к другу. Вот. Со стеснительностью, как и со стыдом, нужно работать. Вот. Вот. И, понятно, что, а, идеально, вот, идеально, было бы, а, значит, чтобы и вы работали с психологом, и дочка работала так же с, ну, с психологом. Вот. В таком случае это было бы полезно вам обеим. Вот. И дало бы существенный прирост пользы, как для вас, так и для ребенка. Вот. Дальше, так, ну не складывается отношение с детьми, она очень болезненно переживает. А, так, ну, смотри. А, не складывается отношение с детьми, потому что мало общего. У нее, у нее с детьми мало общего. Ну, я полагаю, что здесь было бы, ну, было бы неплохо посмотреть на то, что у нее общего с детьми. То есть, на, ну, на фоне, на каком, на какой основе она, вот, собственно говоря, выстраивает отношения с детьми, да. То есть, что у нее общего, общего, общего с ними. Вот. То есть, это было бы весьма и весьма полезным таким моментом. Вот. Потому что, ну, на мой взгляд, опять же, опять же, на мой взгляд, как это, вот, мне видится, у нее просто, ну, мало общего с детьми. То есть, просто, у нее недостатка, общего не хватает, общего у нее. Вот. Я, конечно, могу быть не брат, вот, но с профессиональной, с профессиональной точки зрения, с профессиональной, с точки зрения профессиональной психотерапии, вот, это, значит, имеет, вот, примерно такой момент и примерно такую связь. То есть, чтобы, чтобы отношения с, ну, с другими людьми, с другими людьми, с другими детьми складывались. Хорошо? Ну, нужно что-то общее. Если этого общего нет, вот, то, соответственно, имеют место быть проблемы. Вот. То есть, как бы, ну, без проблем, да, здесь, вот, не обойтись в таком случае. Что, собственно, и имеет, ну, что, собственно, и имеет наступить. Вот. Поэтому, общение, общение с детьми, это хорошо, вот. Вот. Но важно все-таки и то, по поводу чего это самое общение складывается. Вот. То есть, это все тоже очень, очень важно. Дальше. Так. Ну, в принципе, как быть, чтобы что? Да. Вы спрашиваете, как быть, как быть, чтобы что? То есть, ну, какая цель более-то более такая, такая конкретная у вас. Вы спрашиваете, вы пишете, значит, самовродик и самовроди, и все ко мне неплохо относятся, чувствуют себя лично. Ну, так, опять же, обесценивается себя. Общаться могу только с теми людьми, которые сами идут на встречу. То есть, видите, условность. Тогда я готов вам всюдущую выборную. Ну, то есть, тут у вас, возможно, тоже речь идет о подавляемых вами эмоциях. Вот. Хотя это, безусловно, и не точно, но вполне вероятно, что речь идет об этом. Потому что вывернуть душу, это все-таки, означает, что вы редко бываете искренне. Если человек не идет на встречу, то и я подойди никогда не решусь. Ну, вот с этим нужно работать постоянно. Режу на корпоративах, одна в уголке. Я, может, каким-то образом передаю свои комплексы, поэтому всегда хвалю. Ну, ребенок чувствует не слова отношения, не слова поведения. Поэтому здесь, в данном случае, как я и сказал, вы передаете девочке свой сценарий. Вот. Так что выйдите из сценария вы, и выйдет и ребенок начнет выходить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделает его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи.